Здравствуйте, уважаемые любители боевых искусств и спортивных единоборств. Сегодня у нас очередное занятие по Илли Цюань, китайскому внутреннему стилю, семейного, китайского ушу, боевого искусства семьи Чин. На предыдущих занятиях мы рассмотрели столбовую работу, джан-джуан, различные виды так называемого столбового настаивания. На этом занятии мы с вами рассмотрим, как можно применять усилия, которые прорабатываются в джан-джуан, и познакомимся с новыми базами упражнениями, развивающие специфические виды внутренних сил, и как их можно применять на практике. Напомню, что внутренний стиль отличается от внешних стилей тем, что мы применяем альтернативную методику освоения движения и альтернативную методику взращивания силы. То есть используется не мышечная структура, а суставно-сухожильная структура, регулируемая и управляемая при помощи сознания припосредствии энергии ци. Итак, приступаем к нашему уроку. Итак, рассмотрим применение усилий, которые взращиваются в упражнении джан-джуан. Первый джан-джуан, держание шара. В этот момент я направляю чи по внутренней, по инской стороне тела в дань-тянь, к своему животу. Одновременно с этим я должен выстраивать усилия от поясницы, направляя его на противника. Если я не осуществляю эти силы, то я силе противника сопротивляюсь, видите, от задней ноги. И здесь, конечно же, выяснится, у кого лучше стойка или у кого больше масса, тот и будет побеждать. Если же я работаю с внутренними усилиями своего тела, то смотрите, что происходит. Я направляю силу в дань-тянь, погружаюсь, ухожу вниз, и мой партнер всплывает. Если это сделать одним движением, так называемым выбросом усилия, фадзинь, то происходит следующее явление. Без вкладывания мышечной силы противника отбрасывает. Если же я толкаюсь просто от задней ноги или от спины, толкаюсь, он может меня перенаправить. Я могу провалиться вместе с ним. Поэтому в первую очередь я выстраиваю баланс. Инь. Я собираюсь к дань-тянь и в центр стоп. Иян. Я выпускаю силу из поясницы. Энергия пошла на моего противника. И еще раз. Другие виды столба, которые мы проходили, это столб верхнего держания рук, выпускание усилий. Здесь мы можем принимать силу противника внутренними сторонами предплечий, вогнуто направляя их на себя. Опять же, попытка воздействовать на партнера сверху, она связана только с массой. Навалившись массой, он меня поднимает, я не могу на него воздействовать. Если я регулирую свое тело и опять вбираю грудь, поджимаю ребра и собираю чиф-дантянь, то дальше энергия может выпускаться с поясницы. И без затраты лишних усилий я отбрасываю партнера. Опять же, отсутствует внешнее движение. Выполнив внешнее движение, я могу оказаться сблокированным. Сначала я партнера разрушаю. Затем я могу применять это усилие. Поглощение силы тоже помогает столбовая работа выполнять поглощение силы. Например, если партнер вошел и начинает вас толкать, вы упираетесь, и сопротивляться этой силе достаточно сложно в борьбе. Он начинает вас толкать, вы убираете вниз, и он может применять максимальную силу. Но сила сейчас направляется вниз, в землю. То есть он толкает землю, а не меня. По позвоночнику она проходит вниз. И я могу управлять своим партнером как угодно. Еще раз выпускает силу. Он может быть даже отброшен. Сила его полностью поглощена. А еще варианты, которые применяются в столбе, это понимание округлого сжатия. Когда сила от противника приходит на меня, я не сопротивляюсь этой силе, а принимаю ее, но округло сжимаюсь к центру. И усилие выводит противника из равновесия. Что в дальнейшем дает мне возможность применить любой вид атак. Например, сжался, произвел бросок. Сжался, захватил, произвел бросок. Сжался, выполнил тень на. Сжался, раскрыл, нанес удар. Все это варианты столбовой работы. А сейчас рассмотрим варианты иных базовых упражнений и личуань. Базовое упражнение и личуань – вбирание и выпускание. Вбирание и выпускание – это ведение энергии от кончиков пальцев рук и макушки к центрам стоп. И выпускание – это ведение энергии от центра стоп в кончике пальцев рук. Выполняется упражнение следующим образом. Джумбэй. Кайши. Энергия движется от кончиков пальцев рук к стопам и от стоп в пальцы рук. Ведем свое внимание запястье, локоть, плечо, грудь, ребра, пах, таз, колено, стопа. Стопа, колено, таз, поясница, лопатки, плечо, локоть, запястье, пальцы. От пальцев к стопам. От стоп к пальцам. Таким образом мы учимся поглощать энергию извне. Направляю в центры стоп, чтобы не разрушать структуру. И выпускать наружу. Вбираем. Энергия движется вниз. Вдох. Наполняем дантянь. Выпускаем. Энергия движется вверх-вперед. Выдыхаем. Вдох. Выдох. Кончик языка прижат к небу. Макушка все время тянется вверх. Вдох. Выдох. В процессе упражнения непрерывно выстраиваем иньские и янские стороны тела. Иньские стороны обладают качеством всасывания. И мы втягиваем энергию. Втягиваем руками, грудью, внутренней поверхностью ног. А теперь выдавливаем. Выпускаем. От стопа она идет в кончике пальцев. И по янской стороне выходит наружу. В каждом положении стремимся соблюдать баланс инь и ян. Вбирая, проводим энергию вниз. Поджимаем крестец. И выпускаем ее вверх, вперед в кончики пальцев. Непозволительно наклоняться в этом упражнении и уводить таз назад. Равно как и непозволительно оседать, подавая таз вперед. Промежность должна смотреть отвесно вниз. Вбираем. Запястье, локоть, плечо, грудь, ребра, таз, колено, стопа. И выпускаем стопа, колено, таз, поясница, лопатки, плечо, локоть, запястье, пальцы. Вдох. Выдох. Слушаем, как энергия проходит в каждой суставы нашего тела. Отставили левую ногу назад. И разделение левого и правого. Левая сторона вверх, конечно. И в этот момент мы разделяем действие энергии. И у нас по одной стороне она движется к стопе, по другой движется кончиком пальцев. По одной движется к стопе, по другой в кончике пальцев. Одна сторона вбирает, другая выпускает. Удерживаем структуру и наше тело вращается. Важный момент выполнения данного упражнения – это то, что мы не делаем движение руками к себе от себя. Руки двигаются только вверх-вниз. Вверх-вниз. Одновременно с этим мы делаем поворот тела. И отсюда возникает втягивание одной руки и выдвижение другой. Опять поворачиваем тело. И у нас угол в локте как был, так и остался. То есть рука движется вверх. Но вращаясь, спина утягивает руку назад. Таким образом нам удается сохранять целостную силу тела. И выпускать усилия. То есть вот это выполнение – это ошибка в данном случае. Движение вверх, ребра втягиваются. И мы вбираем силу в центр стопы. Здесь из стопы сила идет в кончике пальцев. Поменялись. И теперь здесь грудь, ребра вбирают. Коа – паховая складка закрыта. Энергия движется к центру стопы. Теперь мы поворачиваемся. И она начинает выпускать и толкать. То есть сила производится, как написано в старых трактатах, от стоп. Сила зарождается в стопах. Проводится поясницей. Регулируется Коа. И проявляется в кистях. Кончик языка прижат к небу. Энергия непрерывно циркулирует в теле. По иньским сторонам к дань-тянь и к стопам. По янским сторонам от стоп и от минь-минь в кончике пальцев и на макушку. Хин. Закончили. Выдохнули вниз. Такое простое по виду упражнение, которое носит, безусловно, и оздоровительный характер, и характер самоосознавания и узнавания своего тела, оно имеет и конкретное применение. Сейчас мы вам продемонстрируем, как можно применять упражнение в биране-выпускании. Итак, парное применение в биране-выпускании. Приняли основную позицию. Руки. Вбирает сейчас Даша, девушка в черном. Продемонстрируйте. Сделайте это медленно, чтобы можно было проконентировать. Она сейчас запястьями вбирает силу от партнера и начинает проводить ее внутрь тела. Партнер оказывается на носочках, и его энергия всплывает вверх. И вот в этот момент важно переключиться на выпускание, направить энергию вниз. То есть, если она не выпустит в этот момент силу, то произойдет вот что. Партнер налетит на вас, и вы потеряете равновесие, стукнетесь головами. Это неправильное использование энергии. Вы рассчитываете на рывок и рассчитываете, что в вас не попадут. Энергия должна полностью защищать ваши действия. Поэтому вбираем медленно, выпускаем, направляем к земле. Еще раз. Вбираем, выпускаем. Продемонстрируйте быстро, как это может сработать. Еще раз. Также данное упражнение может выполняться попеременно, как мы делали. Одна сторона вбирает, другая выпускает. Получив захват противника медленно, мы одной рукой и, самое главное, стороной тела закрываем куа, вытягиваем ее, и она оказывается на носочках. В тот момент, когда она собирается сделать шаг, мы прибиваем ее силу к низу, к полу, и второй стороной тела забираем силу и направляем ее вниз, выпускаем. Выпускание в данном случае – это толчок. Несмотря на то, что противник продолжает двигаться вперед, вы должны осознавать, что движение вниз – это толчок, выпускание. Мы просто толкаем вниз. Продемонстрируйте еще раз. Еще раз. Че. Бао Чен Ли. Сейчас была продемонстрирована внешняя тренировка действия сил вбирании и выпускании, но вбирании и выпускании может осуществляться не только путем потяга и толчка, потому что это работа с энергией. Когда перед нами стоит противник, он выставил руки, мы можем наблюдать следующее явление. Если я чуть перегрузил его руки, видите, они тут же возвращаются вверх. Это та энергия, которая достаточна для применения усилий. И если вы умеете ее поглощать, то в одно касание вы можете вобрать. Что дает вам возможность, противник стоит, например, в стойке, тут же раскрыть его и нанести удар. Бам. Идет встречное движение, идет удар. Я положил руки, мне не нужно дергать, потому что если я начну складывать руки, противник может войти в меня. Поэтому я только вбираю и выпускаю энергию. Оп. Он теряет равновесие и становится открытым для моих атак. Могу использовать это как ударную технику, могу использовать для применения. В этот момент, просто сейчас дай руки. Я работаю внутри своего тела, осуществляя введение энергии от точки контакта к стопам. То есть я начинаю сейчас работать запястьями, всасываю энергию с точки контакта локтями, плечами, грудью, ребрами, коа, таз, колено, стопа. То есть таким образом я могу осуществить энергию вбирания без физического, внешнего, физического действия. Видите, партнер у меня поплыл, а я не двигался. И таким образом я всегда уже нахожусь готовым к атаке. Вместе с тем, применение этой силы, если мы получили захват, оно может само по себе нанести травму за счет переключения движения энергии вбирания и выпускания. Смотрим внимательно. В этот момент у человека складываются шейные позвонки, голова опасно стряхится, она обладает большой массой. Так как мы не дергаем его просто на себя, где он может напрячь шею и сопротивляться, а во время вбирания и выпускания сила поднимается вверх. Посмотрите, вот еще раз внимательно. Видите, она поднимается вверх и затем опускается вниз. И получается движение сразу в две стороны, то есть вверх-вниз. За счет чего масса головы не успевает за массой тела и голова в этот момент резко отрывается. Еще формы применения вбирания возможны при нанесении ударов. Если вы бьете, а противник защищается от вас, ваш удар не проходит, вам необходимо менять технику. Но если вы проявили намерение и владеете силой вбирания и выпускания, то вы можете пройти это движение дальше. Движение как шло вперед, так и продолжило свое движение вперед. Я наношу удар, он защищается, движение мое продолжается вперед, но я осуществляю вбирание и заканчиваю свой удар. Вбирание и выпускание, вбирание и выпускание. То есть это не техника, когда я бью, он встретил, я отвел, а затем ударил. Мне тогда приходится двигаться вперед-назад, вперед-назад. И в этот момент он меня может смять, атаковать. Я продолжаю свое движение вперед, бираю и бью. Раскрыл, ударил. Движение непрерывно идет вперед, он встречает, отводит силу мою, и это раскрывает его. Движение продолжается вперед. Вот некоторые варианты применения усилий вбирания и выпускания. Мы с вами живем в трехмерном мире. Тело наше обладает качествами трехмерного мира. И поэтому для применения силы очень важно распознавать действие энергии в каждом из трех измерений. Первое измерение, которое мы сейчас с вами рассмотрим, это горизонтальная плоскость. Горизонтальная плоскость – это вращение вокруг вертикальной оси. В теле она проходит через макушку и промежность. И можно двигаться горизонтально по-разному, но мы не осознаем тогда основы, в которой мы осуществляем это движение. Для того, чтобы правильно применять силу, необходимо понять и распознать основу горизонтального круга. В первую очередь необходимо найти ось. Начинаем вращаться. Кайши. Вращаемся из стороны в сторону. Лицо смотрит вперед. Тело вращается целостно, без скручивания в талии. То есть вот эти два центра, низ живота и центр груди, ся дань тянь, джу дань тянь, они остаются связанными, как будто бы сваренными. Тогда спина проводит силу целостно. На какой угол у нас повернулся таз, на такой угол у нас повернулась грудь. Сколько силы мы доставили в бедро, столько силы проявится в плече. Свободным вот этим вращением мы осознаем и распознаем вертикальную ось. Используя вертикальную ось, мы в дальнейшем сможем использовать эту силу для нанесения ударов, защит и бросков. Отставили левую назад. Вращаемся теперь в асимметричной позиции. Более активно включаются ноги. Следим за тем, чтобы усилие все время было привязано к центрам стоп. Чтобы не проваливались наши колени, чтобы они не гуляли из стороны в сторону. Усилие все время движется в центре стоп. И посмотрите, ступни тогда оказываются неподвижными. Ноги работают. Таз расталкивает ноги в стороны. Таз стягивает ноги к центру. То есть от стоп толкаемся к центру, а от таза толкаемся к стопам. К центру, к стопам. К центру, к стопам. Промежность смотрит отвесно вниз. И расположена все время над одной и той же точкой пола. То есть мы не должны здесь смещаться. Это мешает нам в распознавании. И это нарушает баланс сил и нян. Когда мы вращаемся, наблюдаем за тем, как одна паховая складка закрывается, другая открывается. Здесь происходит поглощение энергии. Здесь выпускание. Поворачиваемся дальше. Здесь происходит поглощение. Здесь выпускание. Удар. Удар может осуществляться. Сейчас за счет вращения, расслабленного вращения, мы осуществляем точную настройку вертикальной оси. Точную настройку энергии горизонтального круга. Сейчас работают только ноги и тело. Сила, которая приходит от ног, проявляется в руках центростремительным и центробежным ускорением. Руки вращаются вокруг тела. Важный момент, на который нужно обращать внимание, это то, что лицо все время смотрит вперед. То есть не должна вращаться голова. Если голова вращается, то сила Чань Сы, сила спирального вращения не достигает макушки. Потому что вот этот пояс у нас выключен, ноги работают, энергия доходит до бедер, а к макушке она не идет. То есть не будет проявлено в спине, не будет проявлено в руках. Когда лицо смотрит вперед, то происходит спиральное закручивание сухожилий. И сила, упругая сила доставляется в любую часть тела. Тин, тинь-джин, закончили, выдохнули вниз. Следующим важным элементом работы в горизонтальном круге является распознавание пределов силы в горизонтальной плоскости. Что такое распознавание пределов силы в горизонтальной плоскости? Мы можем, конечно, и так ударить. Но тогда мы будем бить одной рукой с выключенным плечом. Сила вращения, сила тела не будет доставлена в руку или она будет сдерживаться дельтовидными мышцами, грудными мышцами. И очень большая нагрузка сюда ляжет и удар станет неэффективным. Если же у нас рука все время будет находиться в створе тела, то мы можем наносить удар и ногами, и спиной. Распознавание этих пределов как раз и есть элемент следующего упражнения. Руки ставим перед собой. Горизонтальная плоскость – это запястье, локоть. Запястье, локоть. Они все время должны быть горизонтальны. Пальцы смотрят на противника. И когда наша рука к себе приближается, мы должны понять предел сжатия руки в этот момент. Потому что дальнейшее сжатие руки приведет к опусканию локтя. Опускание локтя – энергия пошла вниз. Она не исчезла, она просто переходит в другую плоскость. И если мы этого не осознаем, то во время нанесения удара, допустим, уже вот таким образом, сила у нас будет исходить из локтя, а не из кулака. Чтобы она была в кулаке, мы должны опять же сохранять вот эту линию. То есть понимать пределы действия силы. И вот это упражнение мы осуществляем следующим образом. Подтягиваем руки к себе, так чтобы запястье и локти были горизонтальны. Дальше не идет. Значит, мы переключаем запястье и расширяемся снаружи. Предплечья и локти находятся, они равно удалены от пола, находятся в горизонтальной плоскости. Руки к себе, вдох, наполняем дантянь. Руки от себя, выдох. Сжатие к дантянь, расширение от поясницы, мень-мень. Гладим поверхность, как будто бы на поверхности воды находятся руки. Очень важным элементом является ориентирование пальцев. Пальцы в этот момент должны все время смотреть в стартовую точку или быть направленными на центральную линию противника. Рука уходит, пальцы смотрят вперед. Рука уходит в сторону, пальцы продолжают ориентироваться сюда. Тогда у нас не будет выключения плеча. Сухожилия будут удерживать нашу руку все время в створе тела. И мы сможем применять полноценно силу горизонтальной плоскости. К себе, от себя. К себе, от себя. Гладим силу. И одновременно при этом мы можем делать вбирание в стопы, выпускание. Складывание сил. Сжатие к дантянь, расширение от мень-мень. Вбирание в стопы, выпускание в пальцы. Медленно движемся и распознаем движение рук в горизонтальной плоскости. Увод рук назад невозможен. Это опять же выключение плеч. И здесь мы не можем применить силу. Поэтому слушаем свои запястья. И дальше движение не проходит. Дальше она выходит наружу. И начинается движение вперед. Отставили правую ногу назад. И разделяем левое и правое. Одна рука гладит к себе. Другая движется от себя. Но точно так же ориентируем пальцы. Отслеживаем горизонтальную плоскость. Более активно здесь у нас уже включаются ноги. Как во вращениях мы распознаем плоскость. Распознаем пределы силы. И уже можем рассматривать это упражнение. И как вбирание и выпускание энергии в горизонтальной плоскости. И можем рассматривать как отведение удара. И нанесение встречного удара. Отвели, ударили. Отвели, ударили. Вращаемся. С одной стороны энергия вбирается. Мы отводим силу. С другой стороны она выпускается. Мы доставляем силу до противника. И очень важным элементом данного упражнения, пониманием данного упражнения является то, что это единая сила. Я не двигаю руками, каждый в отдельности, а я двигаю телом. И вращение спины забирает одну мою руку и выдвигает другую мою руку. Так единой силой доставляется энергия и мощь до противника. Усилие все время в центрах стоп. Таз подобран. Промежность направлена отвесно вниз. Куа попеременно закрываются, открываются. Вычищаем пространство перед собой. Соблюдаем пределы. Соблюдаем горизонтальную плоскость. Соблюдаем направленность пальцев в стартовую точку. Старайтесь меньше использовать руки, больше использовать ноги и тело. Руки только следуют общему вращению тела. Спина тянет, спина толкает. Спина тянет, спина толкает. Закончили. Выдохнули вниз. Применение данного упражнения. Когда противник наносит удар медленно сейчас, мы касаемся его и движемся вместе с ним. Очень важным моментом является то, что я говорил. Локоть не должен опускаться. Если локоть опускается, видите, его сила достигает меня. Она проходит. Потому что в этот момент сила уже, энергия, она вот таким образом находится. И он проходит. Если же я сохраняю горизонтальность, то его сила не проходит. И выдвигаясь вперед, он сжимаюсь, сжимаюсь, сжимаюсь. Я достиг предела. Он пытается дальше достать меня ударом, но у меня начинает закрываться коа. Его выводят из равновесия. Он падает. И я в этот момент готов уже ко встречному движению. То есть к дальнейшему движению горизонтального круга. Немножко подвигаемся так вперед. Раз, два, раз, два, раз, два. Очень важным моментом является что? Что я не отвожу его руку мышечным усилием. Если я делаю так, то моя инерция направлена наружу. Мне нужно переключить всю мышечную структуру, чтобы нанести удар. Я здесь только сжимаюсь. И видите, вращение в коа приводит к тому, что он уже потерял равновесие и раскрылся. А я в этот момент только зарядился. Я уже могу двигаться обратно навстречу его действию и наносить контратакующий удар. Важным критерием правильности данного упражнения является следующее. Наносит удар. Это неправильное упражнение. Неправильное выполнение. Я пытаюсь сбить его рукой. У меня это не получается. Силы руки недостаточно, когда партнер сконцентрирован, когда включена его спина, он бьет от ноги. Мне недостаточно, чтобы отвести эту силу. Если же я использую силу тела, он всегда теряет равновесие. А при этом, обратите внимание, я еще ничего не делаю рукой, он уже сам налетает на мой кулак. Потому что в этот момент происходит сжатие, вращение, которое выводит из равновесия, а моя ладонь так и осталась на центральной линии. Не происходит движения в сторону. Следующим важным моментом и характерной ошибкой является что? При защите не должно быть надавливания, потому что вы тут же получаете на встречу. И они должны защищаться вот таким вот образом. Это уже фронтальная энергия, и с ней тоже нужно уметь работать. То есть фактически мое касание его должно быть легким и незаметным. Я прикрыл. Если сейчас он уберет свою руку резко, нет инерции вниз. Выпускание вперед. Убирай. Сила направлена сюда, вперед, на него. То есть рука не должна рухнуть вниз, открывая вас. Вы должны четко захватить горизонтальную плоскость и работать в ней. И тогда сила, выброшенная наружу, видите, его рука не взлетает вверх. Вот очень важный момент сейчас был. То есть если я надавливаю, его рука взлетает вверх, он готов мне контратаковать. Если я делаю правильно, еще раз, его рука на том же уровне уходит в сторону. То есть она остается под уровнем моей руки, и я могу защищаться. И важнейшим элементом, о котором мы всегда помним, это то, что Ильичуань основным методом защиты и воздействия на противника является выведение его из равновесия. Касание, выведение из равновесия и разрушение структуры противника и контратака. Отработку горизонтального круга можно выполнять в парах в обусловленном режиме. Сейчас девочки продемонстрируют. Бао Чен Ли. Хорошо. Бао Чен Ли. Чен. Это упражнение можно выполнять в движении. Сейчас это чувство партнера, чувство дистанции и применение горизонтального круга. Важным моментом является именно, чтобы вы не руками работали, а чтобы тело включалось, и вы могли защититься и ударить. Одной рукой мы здесь защищаемся и одной же рукой бьем. Для того, чтобы тренировать эту силу тактически и тренировать силу вложения в удар, это упражнение можно делать в лапах. Татьяна. Не цепляй. Двигайся. Татьяна. Имитируется удар. Защита горизонтальным кругом и вращением от стоп наносится удар в лапу. Силу нужно пытаться вкладывать максимально. Приготовились. Следующее упражнение – это распознавание энергии во фронтальной плоскости. Понимание пределов действия силы во фронтальной плоскости. Фронтальная плоскость – это плоскость параллельной плоскости тела, и движение в ней осуществляется вверх-вниз, влево-вправо. То есть вот фронтальная плоскость. Она может генерироваться руками, она может генерироваться телом, она может генерироваться ногами. Сейчас в упражнении мы с вами научимся распознавать пределы действия силы во фронтальной плоскости. Что такое пределы действия силы? Правильно расположенные руки и отслеживание того, чтобы энергия находилась все время во фронтальной плоскости. Фронтальная плоскость – это вертикальная плоскость, поэтому локоть не может торчать. Часть энергии ушла в горизонтальную плоскость. Локоть должен быть все время опущен, как бы мы ни двигались. Чтобы осознавать именно фронтальную плоскость, ладонь должна быть направлена все время вперед как будто бы мы моем окно трём стену если наша ладонь поворачивается в сторону ну например вот мы движемся сейчас влево и по физиологическим причинам моя ладонь повернулась в сторону это говорит о том что энергии фронтальной плоскости нет видите энергия плавно начинает переходить в горизонтальную плоскость она здесь есть а здесь ее нет у меня здесь нет силы если рука у меня уходит вправо я ладонью отслеживаю локтем отслеживаю и вот у меня ладонь начинает поворачиваться это говорит о том что опять же фронтальной силы в этом действии меня не будет здесь уже будет зарождается горизонтальная сила и то же самое мы движемся вниз движемся вниз ладонь смотрит вперед здесь еще есть фронтальная сила а ладонь стала смотреть вниз здесь уже нет фронтальной силы здесь появилась горизонтальная или сагитальная сила продольного вертикального круга и точно так же мы в нижнем положении уходим в сторону это еще фронтальная плоскость это уже не фронтальная плоскость видите это уже плоскость сагитальная либо горизонтальная структура тела такова что она нам подсказывает если мы свое внимание собираем внутри то Само тело нам подсказывает, где у нас есть сила фронтальная, горизонтальная или сагитальная, а где ее нет. Поэтому важно держать внимание внутри и выполнять эти упражнения на уровне динамической медитации. Приготовились к распознаванию силы во фронтальной плоскости. Начинаем вращение по часовой стрелке. Смещаемся влево, опускаемся вниз, смещаемся вправо, поднимаемся вверх и делаем теперь это одним непрерывным движением. Одновременно с этим, чтобы соединить работу рук, тела и ног, наше внимание вращается внутри тела между низом живота и серединой груди. Энергия вращается между нижним и средним дантянами. Ся дантянь, джун дантянь. Следите за тем, чтобы ладони были направлены все время вперед, а локти свисали вниз. Плоскость рук не должна ползать вот так, выходя одна рука вперед, другая назад. Они лежат на одной стене и сохраняют вот эту плоскость. Если мы ладонями выслушиваем эту плоскость и все время остаемся в ней, то автоматически в теле выстраивается баланс энергий инь и ян. Поменяли направление. В обратную сторону движение влево-вниз, вправо-вверх. Влево-вниз, вправо-вверх. Слушаем свои запястья, слушаем локти, направляем ладони и соблюдаем пределы действия силы. Приготовились разделять лево и право. Отставили левую ногу назад и попеременно. Координируем действие ладоней с действием тела и ног. Опять же, здесь не должно происходить вот таких явлений. Чтобы одна ладонь уходила вперед, другая назад. Мы остаемся все время на одной плоскости. Руки пошли вверх, ладони в одной плоскости. Руки пошли вниз, вправо. Все равно одна плоскость. Руки не могут выходить и изменяться с этой плоскости. Как будто бы мы гладим стену. Но движение, если вы будете тренироваться просто гладить стену, то вы не будете чувствовать работу своих суставов. Вы не будете понимать сути баланса. То есть вы сами здесь должны дотягивать до стены или оттягивать себя от стены. Вращение фронтального круга внутри вашего тела. Закончили и выдохнули вниз. Применение силы во фронтальной плоскости. Важными элементами применения силы во фронтальной плоскости является соблюдение пределов. Когда вас партнер атакует, и если вы слишком закрываетесь внутрь, вы подвергаетесь опасности атаки локтем или плечом. То есть партнер может обойти вашу силу. Если же вы, выполняя защиту фронтальной плоскостью, сильно надавливаете, вы опять же открываетесь под действие бокового удара. Может быть облет руки. Более того, вы сами направляете его силу сюда. Когда вы надавливаете на руку, у него срабатывает рефлекс дельтовидной мышцы, и рука подлетает. Осталось только ее закрутить на цель. Поэтому, когда мы выполняем защиту во фронтальной плоскости, важным элементом является правильная постановка руки. Запястье никогда не должно пересекать вашей центральной линией. Если мне нужно вести движение по какой-то причине дальше, то я это делаю телом. Он лишается возможности контратаковать локтем, и он теряет равновесие. Опять же, чем я подавляю дальнейшее развитие его атаки. То есть, такое действие невозможно. Локоть открывается. Можно только защитились и повернулись. Важным, опять же, является зацеп энергии в точке контакта для выведения партнера из равновесия. Наносит удар. Оп. Я стою закрыт. Моя рука на центре. Я тут же могу контратаковать и этой же рукой. Он теряет равновесие. Осуществляется это движение не столько рукой, потому что вы закроете свое плечо, сколько движением тела и ног. Рука как стояла, так и стоит. Осуществляется оно из тела. Выполняется изнутри наружу. Внутреннее движение. И таким образом, перекрываясь, вы можете принимать различные атаки противника, выводя его из равновесия, защищаясь, сохраняя руки на месте. Важным элементом здесь является еще что? Когда партнер наносит удар, мы можем войти очень глубоко, защищаясь фронтальным кругом. Это не сбив движение, где он может продолжать свою атаку, и вы не можете войти внутрь. Это сопровождение движения. Я оказываюсь у него фактически за спиной. Могу атаковать. Вместе с тем, во фронтальном круге можно использовать и выпускание энергии. Я показывал сейчас варианты вбирания. Оп! И сила проваливается. Здесь же, когда мы защитились, как сегодня показывали в столбе, я могу использовать силу поясницы. И усилие направляется наружу, что точно так же подавляет атаку партнера. Удар. Видите, его сразу же отбрасывает меня, что дает возможность мне также осуществить вход в противника. Парное применение фронтальной силы. Бау Чен Ли. Каиши. Фронтальное отведение. И тут же контратака. Когда мы отводим удар, мы тут же заряжаем вторую сторону. И разряжаем ее в форме удара. Можно увеличивать скорость. Таня, не фронтально защищаешься. Работайте. Попробуем увеличить скорость. Тхенджи. И тренировка силы данного упражнения может производиться также на лапах и мешках. Татьяна. Отдохни. Можно работать в таком боевом режиме с перемещениями. С перемещениями. Слушаем. И контратакуем. Дарья, далеко не уходи. Таким образом вы можете тренировать отработку фронтальной силы при защите и при ударе. Для рассмотрения нам осталась последняя плоскость. Это плоскость, как мы его называем, сагитального круга. Продольная вертикальная плоскость. Здесь движение осуществляется вперед-назад, вверх-вниз. Вперед-вниз. Назад-вверх. Вот этими движениями формируется сагитальный круг. Важным моментом в сагитальном круге является запустить работу тела именно в этой же плоскости, а не только рук. И для этого, для развития этого навыка, мы используем специфическое упражнение. Располагаем запястье на талии и начинаем вращать кистями, натягивая сухожилия. Ладони смотрят вниз. Пошло вращение. Мы надавливаем на одну и ту же точку на талии. Локти выходят вперед, плечи вытягиваются и растягивают спину. Пальцы смотрят назад, локти вперед. Наше внимание перешло на поясницу. Поясница раскрылась. Затем пальцы вверх, локти в сторону. У нас раскрылась лопаточная область. Затем локти назад, пальцы вперед, ладони вверх. У нас приоткрылась грудина. И затем мы расслабляем кисти и опускаем пальцы. У нас чия опять опустилась в дантянь. Энергия совершила полный круг. Живот, поясница, лопатки, грудь, живот. И вращая таким образом, мы слушаем, как у нас работает позвоночник, грудь, живот. Начали. Наклоняться нельзя, нужно удерживать макушечные усилия. Вся работа идет внутри тела. По позвоночнику поднимается, по груди и животу опускается. Это не синусоидальные волнообразные движения. Это продольная волна, а не поперечная. Живот, поясница, лопатки, грудь. Живот, поясница, лопатки, грудь. Вращаем. 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 Это тренирует сухожилия и суставы рук. И также тренирует спину, грудь, живот. Остановились. И в обратном направлении. Пальцы смотрят вниз. Энергия находится в дантянь. Пальцы смотрят вперед, ладони вверх. Энергия поднимается груди, раскрывается грудина. Пальцы поднимаются вверх, локти в сторону. И мы видим, как округлилась лопаточная область. Область точки дзя-дзи. И затем продолжаем движение. Пальцы смотрят назад, локти вперед. И энергия пришла в поясницу. Раскрылась эта область. И непрерывное вращение. Без наклонов. Чувствовать вращение внутри вашего тела. По животу и груди поднимается. По спине и животу. По спине опускается от лопаток к пояснице. Вот идет движение. Спина не закрывается нигде. Отставили одну ногу назад. Вращение вперед и попеременной. Разделяем лево-право. Сила то по левой, то по правой стороне поднимается. По одной стороне она поднимается по спине, а по другой забирается на груди и животе. Это баланс дантями и меню. Баланс иньских и янских сил. И в обратную сторону. Закончили и выдохнули вниз. Объяснение применения сагитальной силы. Сагитальная сила, она может выполняться, любые силы могут выполняться, как в защите, так и в нападении. Как пример могу продемонстрировать на партнере следующее. Применение сагитальной силы. Я могу его оттолкнуть сейчас, допустим, опять же, ногой, спиной, вращением, что будет горизонтальным кругом. А могу оттолкнуть его сагитальной силой. Движение вдоль позвоночника. Сила во мне проявляется, переходит в противника, ко мне же и возвращается. То есть это безинерционное действие с точки зрения тела, с точки зрения массы тела. Так можно наносить удар. Наносить удар, используя сагитальную силу. Акцент удара делая в сагитальной силе. Также сагитальной силой можно защищаться. И сначала мы учимся защищаться. Варианты защиты на верхнем уровне. Когда идет удар медленно, мы его встречаем. И в этот момент, опять же, мы не отводим, попадая под опасность нанесения встречного удара. А мы выпускаем усилие со спины через кости вверх. Удар ушел в сторону. Я не разлетелся, не направил силу куда-то в сторону от своего тела. Я по-прежнему остался собранным, при этом лишил партнера равновесия и могу продолжать движение для совершения атакующих и контр-атакующих действий. И вот это первый вариант защиты. И здесь мы смотрим, что во время выполнения этого движения, включением силы, мы выводим его из равновесия. Он теряет равновесие. С двух рук. Одной, другой. Моя рука все время остается... Чуть вращаемся. Все время остается вот здесь. Постойте чуть-чуть. На центральной линии. То есть она не уходит, не открывает мое лицо. Идет удар. Пумс. Вывожу из равновесия, и я остаюсь закрытым. Это защита в сагитальной плоскости на верхнем уровне. Защита вогнутым усилием. Движение направлено к макушке. Исходит из спины. Исходит из спины. И защита на нижнем уровне. Когда противник наносит удар в область низа живота, мы можем сделать так, но попадаем под опасность контратакующего удара. Здесь же мы сопровождаем его движение. Направляя силу себе в живот, вращается вот это колесо, его сила скатывается. Это дает нам возможность как захватить его, использовать, например, тенна, также, например, перейти к любым контратакующим действием. Сжались дань-тянь, расширились мей-мэнь, контратаковали противника. И несколько бросков руками. Оп. Оп. То есть, что мы сейчас видим? Я не делаю сбива. Еще раз один медленный удар покажи. Я не сбиваю таким образом. Я опять же открываюсь. Медленно. Я следую вместе с ним к себе. И сила уходит в сторону. Видите, он опять же уже оказывается в неравновесии. Да? Я же сжался для того, чтобы иметь возможность нанести следующее атакующее действие. Парное применение сагитальной силы для саншоу мы сейчас вам продемонстрируем. Джамбэйн. Кайши. Локоть больше вверх. На левой руке дашь. О. Угу. Вращаться. Угу. Спину. Спину раскрываем. Угу. Хинджи. Закончили. И теперь демонстрацию удара в нижнюю часть живота в область паха. Хорошо. Загибай на себя больше. Круглее. Спину используй. Грудь. Ребра поджимаем. Да, вот так. Вот движение. Все пошло. Сопровождаем как бы движение. Как бы сопровождаем. И сжимаемся. Хорошо. Хорошо. Двигаемся. Угу. Чэн. Пау Чэн Ли. Демонстрация выброса силы в сагитальной плоскости через позвоночник в ударах. Кэн. Специфическим моментом нанесения данного удара является то, что в ударе мы используем не силу вращения, не подачу и наклон вперед, а вращение позвоночника. В момент нанесения удара для доставки кулака вы можете использовать вращение. В момент акцента, когда вы выбрасываете усилия, вы используете вращение внутри тела. И тем самым углубляете и делаете более жестким свой удар. На данном занятии мы рассмотрели с вами применение некоторых внутренних усилий, развивающей практики столбового настаивания. Также некоторые базовые упражнения и литюань, такие как вбирание и выпускание, движение и распознавание пределов в горизонтальном круге, во фронтальном круге и в сагитальном круге. И также их применение. Удачных вам тренировок. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...